Вообще в Елейном рейхе продолжается довольно жесткая внутривидовая конкуренция. То, что обычно называется жаба-гадюкинг. Наиболее наглядно она проявляется в многолетней, уже вечной ритуальной битве между Соловьевым и Собчак. Пало на Украину, заламывают руки. Хоть одна из этих сучар мерзких. Вот эти духа от Гельман до Собчак сказали, кто убил людей в Донецке. Интересно, Роднянский высказал свои соболезни семьям погибших? У него, наверное, такая логика. А если бы Россия не начала 24 февраля 2022 года, то ничего бы не было. То есть он забыл, что 8 лет до этого убивали жителей Донецка. Ему на это было насрать. И то, что Россия выполнила свои обязательства по договору с признанными Россией Донецкой и Луганской народными республиками, предупредила Украину, что будет вынуждена выполнять договорные обязательства, которые были подписаны. И абсолютно в соответствии с международным правом приступила к выполнению своих договорных обязательств. По защите жителей Донбасса, которых, я напомню, неделю украинские нацисты с 17 по 24 утюжили. Но вся эта прекраснодушная... От Моргенштерна до той же Собчак, твари, которая, не понимая ничего, несмотря на то, что у него якобы образование МГИМО, не понимая ничего, смеет рассуждать об этих вопросах. Ну, о ядерной физике поговори. В этих вопросах настолько же некомпетентно, как в вопросах международной политики, права, войны, мира. Но зато я, конечно, наслаждался манипуляцией, которую Собчак попытался устроить, прочитав Сережу Мордана. Ну, это просто чистая сладость. Ну, какие же подлецы, а? Да, и слова перевирают. И расселение людей, это у них пиар-ход. Я Шебекинцев еще летом расселяла, в том числе самостоятельно. Думаю, что и у них, и у расселенных белгородцев нашлось бы для вас пару крепких, ласковых в ответ на это. Да они тебя ненавидят, дура. А Мордан пишет, справедливости ради нужно все же заметить, что Настя Ивлеева выразила хотя бы человеческие чувства по отношению к погибшим в Донецке людям. А вот для главного хедлайнера голой вечеринки Ксении Собчак после скандала не изменилось вообще ничего. Собчак выделяет, что не понравилось. У Собчак, по сообщениям Пушилина, в Донецке погибло 13 человек. Да вообще убил их неизвестно, кто снаряд прилетел в микронотексильщик. Чей снаряд загадка? Да история со сбором денег для вывоза людей из Белгорода не из Донецка, не из Макеевки, не из Попасной, Волновахи. Абсолютно холодный и циничный пиар-эвент с отчетливым перюксом подлости. Собчак выделяет эти части и дальше с ними начинает спорить. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что количество погибших после удара у Соборного Донецка выросло до 25 человек, не менее 20 человек ранены. Трагедия произошла. Утром снаряд прилетел в микронотексильщик. И она начинает возмущаться чем? Что про Шибикинцева говорят. Но не возмущается тем, что тварь бздит сказать, что это укра-нацисты убили людей. Потому что вы что, ей нельзя. 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 За границу не пустят. Нельзя. Хорошо бы, когда Маргарита Симоняна рассуждает о том, что нет у нас никакой ненависти сразу же включить Соловьева с его очередными припадками. Но что характерно, действительно, внутривидовая конкуренция, она оказывается даже, пожалуй, более жесткой, чем межвидовая. Ну, вот яркий пример. Вот этот жаб, вечный, просто бесконечный, совершенно жаб Гадюкин, который происходит у Соловьева Собчак. Соловьева Собчак Корректор А.Кулакова